Уже несколько поколений в семье Малаховых занимаются бортничеством. Мёд они собирают по старинной технологии, которые передают из поколения в поколение. Находим большие деревья, желательно уже, чтобы было внутри пустота. Сделаем специальный размер, где-то 30 сантиметров. Делаем леточек, с другой стороны выбирается клин специальный. И ставим в лесу, на дереве, на большом тоже. Пчёлы сами дикие находят, залетают туда и живут там. Мы только уже приезжаем ближе к осени, вырезаем часть мёда, часть мёда забираем. Человек не касается до медосбора. Вот он, бортевой мёд как раз. Сегодня свою продукцию они представляют на медовой ярмарке. Здесь можно увидеть и приобрести около двухсот наименований изделий из мёда. Мероприятие посетил уникальный гость – президент Международной федерации пчеловодческих ассоциаций Жиль Ратье. Я председателем Международной ассоциации пчеловодов. Я ответственен за несколько сотен стран, в которых производится мёд и миллионы пчеловодов. И благодаря организаторам, которые пригласили меня в регион, постараюсь вывести на лучший уровень сотрудничество между Республикой Башкортостан и другими регионами и странами мира в области пчеловодства. Это идеальная возможность, чтобы сделать продукты пчеловодства Башкортостана более заметными на международном рынке. В мировом пчеловодстве основным эталоном является качество продукции. Поскольку ваша продукция является качественной, то после презентации на соствующих выставках и дебатах, разумеется, она получит лучший доступ и мир будет иметь лучшее представление о замечательных продуктах пчеловодства. Нам звонят не только с Башкирии, а звонят из других городов, вот к нам именно, с Москвы, с Сургута, с Питера, вот с таких вот. Потому что наш мёд башкирский, вы сами знаете, какая природа здесь. И они приезжают прямо на пасеку, посмотрят природу, прямо там берут мёд, покупают, и их горит на следующий год, и потом со временем будем брать только у вас, Башкирии. В Иглинском районе 120 тысяч гектар леса, из них 65 тысяч – это липа. Поэтому Иглинский район – самый большой производитель липового мёда. И в Иглинском районе 19 тысяч пчелосемей, больше 600 только пчеловодов. Буквально 15 минут назад французский представитель пробовал на Пимонде наш мёд и показал вот такой палец. Значит, наш лимузинский мёд ему понравился. Но несмотря на внушительные цифры и восторженные отзывы покупателей, все пчеловоды отметили, что в этом году мёда собрали гораздо меньше. Ну, нынче погода, конечно, была не совсем удачная, но раз в три-четыре меньше, чем в прошлом году. Будем говорить так, на честное. Три-четыре дня вот липа дала, цветочного почти нет у нас. От урожайности зависит цена. В этом году литр липового мёда в республике стоит в среднем 500 рублей. Кстати, многие пчеловоды отмечают, что вестись на низкие цены не стоит. Скорее всего, этот мёд – подделка. О ненастоящем мёде рассказал Жиль-Ратье. Мировое производство мёда – 2 миллиона тонн. И считается, что порядка 30% от всего производства мёда является контрафактным. И самой большой проблемой является наличие мёда на основе глюкозы, фруктозы, потому что она имеет низкую цену, и поэтому контрафактный мёд также низок. Россия, в том числе, на протяжении десятилетий уже является участником конвенции по стандартам качества. А мы, как вы знаете, имеем очень высокие стандарты качества. Законы существуют, и самое сложное – эти законы соблюдать. А если они не соблюдены, применять соответствующие санкции. А на вопрос о том, как бороться с этим, он постарается дать ответы в ходе своей конференции. В ходе своего первого визита в республику Жили-Ратия примет участие в научно-практической конференции, посетит республиканский центр апитерапии, а также самые крупные районы по производству мёда.